В эфире программа «Городские подробности». Мы расскажем вам о самых актуальных и интересных событиях, прошедшей неделе в Архангельске. В студии Александр Мамонтов. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Суммы более 7 миллиардов рублей, 70% средств пойдут на обеспечение социальной сферы жизни города. Значительная часть на финансирование отраслей городского хозяйства. Эта сумма более 1 миллиарда. 622 миллиона рублей предусмотрены в рамках Дорожного фонда на финансирование автомобильных дорог и иных объектов дорожной инфраструктуры. Около 762 миллионов рублей запланировано на жилищно-коммунальное хозяйство. И еще 105 миллионов приходится на обеспечение транспортной доступности и решение иных вопросов городского хозяйства. В непростых финансовых условиях текущего года мэрия выполняет свои социальные обязательства перед горожанами в полном объеме. Не собираются городские власти отказываться от них и в следующем году. В этом мэрию поддерживают и депутаты, которые также активно работали над основными показателями бюджета 2015 года. Конструктивная работа с мэрией города позволила нам, депутатам, принять сбалансированный бюджет, естественно, социально ориентированно, несмотря на сложное время, на дефицит бюджетных средств, вот этот бюджет сбалансированный и социально направленный. В целом городские власти рассчитывают на рост доходов бюджета, а также предполагают увеличивать меры социальной поддержки, в том числе... В рамках бюджета 2015 года у нас предусмотрено увеличение заработной платы для сотрудников бюджетной сферы на 5% с октября 2015 года. Это в рамках выполнения майских указов президента. Кроме того, в бюджете 2015 года по предложению мэра Виктора Павленко предусмотрено более 270 миллионов рублей на исполнение судебных решений по предоставлению жилья и его капремонту. Депутаты также приняли внесенные мэрией города корректировки бюджет года текущего. Так, с учетом поступления федеральных средств, 75 миллионов рублей было выделено на строительство стадиона Дю США номер 6 в Северном округе, а 130 миллионов направлено на строительство социального жилья на улицах Конзихинская и Цегламенская. Увеличены средства на обеспечение бесплатного проезда в автобусах горожан 70 лет старше. Транспортной теме также был посвящен один из вопросов повестки дня. Депутаты утвердили изменения в порядок проведения конкурсов на организацию автобусных перевозок. Мы ужесточаем правила по лицензированию и предоставлению услуг пассажирского транспорта. Постепенно идет ужесточение правил пассажирских перевозок, и я думаю, что они будут продолжаться до тех пор, пока мы не придем к такой позиции, когда на городских улицах будут только комфортабельные автобусы, которые позволяют перевозить с максимальным комфортом наше население. Еще одно важное депутатское решение – безвозмездная передача в федеральную собственность Краснофлотского моста и подъездов к нему, а также дороги к аэропорту Талаги. Тем самым народные избранники реализовали идею, которую мэр Архангельска Виктор Павленко озвучил еще два года назад – создать транспортный коридор аэропорта Архангельск трасса М-8. В связи с реконструкцией федеральной автодороги и строительством развязок на левом берегу, такое решение позволит как поддерживать стратегически важные транспортные артерии на должном уровне, так и принести значительную экономию городской казне. Это, конечно, очень серьезный шаг. Мы очень благодарны федерации о том, что они забирают у нас эти дороги, которые ведут к международному аэропорту города Архангельска. Это дороги федерального значения. Они должны содержаться в надлежащем порядке. Но, к сожалению, вы понимаете, что бюджет у нас не столь хорош, чтобы мы могли там строить четырехполосное движение, а федеральные деньги себе это могут позволить. Состоявшаяся сессия для депутатов в этом году не последняя. Уже 23 декабря они соберутся на внеочередное заседание, где примут изменения в устав Архангельска. Итоги прошедшей сессии депутатов городской думы мы попросили прокомментировать мэра Архангельска Виктора Павленко. Виктор Николаевич, бюджет 2015 года и плановый период 2016-2017 годов принят. Каковы его основные характеристики и какие были приоритеты при формировании главного финансового документа? Депутаты городом приняли бюджет во втором чтении практически без изменений после первого чтения. Параметры, они следующие. По доходам до бюджета 7,5 миллиарда рублей, по расходам 7,9 миллиарда рублей. Дефицит составляет 430 миллионов рублей. Он в рамках предельного дефицита. Бюджет сбалансирован, отрегулирован. И сегодня это отмечалось даже прокуратурой городской. И бюджет, конечно же, социально направленный. 70% это, конечно, решение социальных вопросов. И прежде всего, среди этих социальных вопросов, это повышение заработной платы в социальной сфере, работник всех отраслей, образования, дошкольное образование, культуры, физкультуры и спорта. И это, конечно, очень важно выполнение указа президента Российской Федерации. И я могу констатировать, что бюджет стабильный, и он обеспечит стабильность в 2015 году, период 2016-2017 года. Ну, некоторые опасения вызывает 2016 год, поскольку установленные некоторые налогоизменения, они коснутся и придут в 2016 год. Поэтому мы уже сегодня должны думать о том, как мы, вот у нас уже для этого есть определенное время, думать, как мы 2016 год все-таки будем закрывать неналоговыми поступлениями, иными источниками, для того, чтобы не провалить бюджет с 2016 года. Это, во-первых. Ну, с одной стороны, радует это социальное направленное, с другой стороны, к сожалению, печалит, что это не бюджет развития. Хотя, скажем, сфера ЖКХ, это почти полтора миллиарда рублей, в которой предусмотрено и есть деньги на строительство дорог. Кстати говоря, нашими усилиями все-таки правительство области нас услышало, и заложенные средства, если программа в полной мере не работает, поддержки областного центра, то средства, порядка 170 миллионов рублей, это на инфраструктурное развитие города Архальницка предусмотрены по государственным программам, и порядка там 118 миллионов рублей предусмотрены по программе развязок строительства и ремонта дорог. Поэтому хоть что-то мы из этих, в принципе, могли бы получить порядка двух миллиардов рублей, но хоть там более 300 миллионов рублей получили для города Архальницка. Это тоже такая небольшая победа и подспорье для решения наших хозяйственных вопросов. Но, конечно, из тех денег, которые сегодня зарабатывает город Архальницк, это порядка 20 миллиардов рублей, получается, остается городу, ну, в чистом виду, 4,5 миллиарда рублей, потому что остальные, там, 3 с небольшим, это исполнение нами, муниципальным образованием, государственных функций. Поэтому на самом деле из 7,5, 4,5 на все про все. Это, конечно, крайне мало для города Архальницка, который и областной центр, и соответствующе выполняет функции и нагрузку, как областного центра, и да, и муниципальное образование, в котором проживает более 30% населения. Даже если на душу населения все это дело переложить, конечно, это крайне мало. Ну, ситуация такая, как она есть, и мы понимаем, то есть получается, что сегодня муниципальное образование города Архальницк, кроме решения и стабильности в самом городе Архальницке, обеспечения некоторых функций областного центра за свой счет, как столицы, оно еще помогло все-таки областному бюджету, и помогло достаточно хорошо. Вот в этом плане город Архальницк очередной раз помогает областному бюджету. Самая главная наша задача муниципалитета — сохранить все социальные гарантии и найти средства для движения муниципалитета вперед. Одним из главных, можно сказать, итогов сегодняшней сессии стало решение о передаче участка трассы от аэропорта Архангельска, от трассы М-8, это станет объектом федерального значения. Собственно, такую идею вы предлагали уже два года назад, и вот решение это состоялось. Насколько оно значимо для нашего города, что оно даст нашему городу? Я даже чуть больше, наверное, двух лет обращался уже не раз и в правительство области, и в федеральные структуры о том, чтобы, по сути, дорога имеет федеральное значение, то есть М-8 и до аэропорта. Конечно, согласно генерального плана, в районе дачной и мясокомбината дорога должна уходить через болото прямо напрямую к аэропорту Талаги. Но поскольку это колоссальные затраты, это чистое болото, то мы все-таки пришли к компромиссу, что мы будем действовать в рамках существующей объездной дороги, но с обязательным условием, потому что по генеральному плану даже за объездной дорогой в дальнейшем, ну я не знаю, 5-10, через 100 лет будет строиться микрорайон, и город Архангельск будет расти туда, чтобы эта дорога, она была как бы двойного назначения, она была федеральной дорогой, объездной дорогой, выполняющей эти функции, расширена 4 полосы, но с обязательными условиями элемента безопасности в случае того, что если микрорайон будет развиваться в ту сторону. Эти условия соблюдены, я очень рад, что нам удалось это сделать. Виктор Николаевич, в следующем году наш город теряет порядка 2 миллиардов рублей по сокращению межбюджетных, так называемых, трансферов. Будет ли город работать с правительством области в части урегулирования этого вопроса? Вопрос очень тонкий, щепетильный, как всегда болезненный, межбюджетные отношения, он упирается, конечно, в одно. Я, с одной стороны, понимаю губернатора и его министерства финансов, что с районов ничего не взять. С кого можно взять? Можно взять только с города Архангельск, у которого в среднем, как я уже называл, около 20 миллиардов рублей. Ну, с кого больше возьмешь? Значит, их перераспределить другим муниципальным образованием. Поэтому в рамках межбюджетных отношений так и происходит. Говорят, ну вы же, у вас же столько средств, а другим вообще ни на что не хватает. Поэтому мы вам в рамках межбюджетных отношений все это будем урезать, уменьшать. Еще раз говорю, мы готовы на здоровые компромиссы. Но просто бесконечно доить город Архангельск нельзя, потому что это приведет к общему коллапсу. На самом деле, считаю, что двигатель экономики всей области – это город Архангельск. Здесь все сосредоточение всех и предприятий, и организаций, и так далее. По сути, вся область экономическая, я имею в виду, должна, в принципе, работать на город Архангельск. И город Архангельск соответствует и переработке, и так далее, должен отдавать области. Вот этот процесс должен быть обоюдный. Поиск совместных проектов, совместных решений. Вот это станет залогом того, что мы не станем делить копейки. Надо не меньше тратить, а больше зарабатывать и искать пути, различные пути налоговые, неналоговые, прежде всего, неналоговые, пополнение бюджетов, как областного, так и городского, а не просто распределять уже готовые. Их надо вместе решать за столом, переговором, чтобы это было полезно и понятно, и справедливо и для архангелогородцев, для жителей города Архангельска и для жителей всей Архангельской области. В мэрии столицы Поморья прошли публичные слушания, главной темой которых стал устав Архангельска. Дело в том, что депутаты Гордумы на ближайшей сессии должны будут рассмотреть поправки в главный городской нормативный акт. Связано это с изменениями областного закона о местном самоуправлении. Все подробности у Артемия Заварзина. Символично, что именно в день Конституции горожане выходят к трибуне и заявляют о своем конституционном праве выбирать и быть избранными. Потому и предложений по проекту решения Гордумы об уставе Архангельска немало. Главное – сохранить существующую систему выборности мэра. Мы не понимаем, почему в принятии закона областные депутаты не пришлушались к общему мнению. Вопрос, который обсуждается работниками здравоохранения, образования и культуры. Вопрос об отмене прямых выборов главы города. В данное время нам совершенно непонятно, какова будет структура управления городом. Совершенно не исключаем усиленное влияние региональных властей. Депутаты же сами будут назначать председателя городской думы. Где же в этой цепочке найдется место и кто будет остаивать интересы учреждений социальной сферы? Именно сейчас в непростое время реорганизации, дефициты бюджета, ломается сложившаяся и отработанная уже выстроенная система, которая испытана временем, которая дает свои результаты и подтвердила свою правоту. Мы убедительно просим сохранить возможность проводить прямые выборы мэра города. Необходимость существенной доработки проекта решения депутатов видят и в ветеранских организациях Архангельска. Для Архангельска отказ от выборов мэра всем населением – это отказ от демократических процедур, которые применялись в последние годы, а также это ущемление прав и свободы общества гражданина. Введение института сити-менеджера позволяет достаточно узкой группе лиц назначить на должность, которая предполагает распоряжение огромными суммами средств городского бюджета своего человека. А это прямой путь к коррупции. Мы бы не хотели, чтобы нами управлял человек, которого мы не выбирали. Но закон принят, его надо выполнять. Мы предлагаем мэрии города Архангельска организовать городской референдум по вопросу организации местного самоуправления в нашем городе и с учетом мнения населения вновь вернуться к этому вопросу. Смущают горожан и требования к кандидату на должность главы администрации муниципального образования. Обязательным считается наличие высшего образования исключительно экономического или юридического. Но участники публичных слушаний едины в одном. Фактор компетентности и ответственности главы города куда более важен. Как и необходимость его не назначать, а выбирать. Нас волнует в первую очередь, чтобы руководитель муниципального образования город Архангельск не стал человек случайный, далекий от проблем города, человек без конкретной линии и собственного представления стратегии развития города, без личных качеств лидера. Для нас очень важно, чтобы этот человек не стал, а был грамотным управленцем, чистолюбивым гражданином, отличным хозяйственником, опытным специалистом со знанием дела. По итогам публичных слушаний составлен протокол, который будет опубликован в газете «Архангельск. Город воинской славы». А предложенные горожанами поправки к проекту будут направлены депутатам Гордумы. В модернизации водопроводного хозяйства Архангельска сделан серьезный шаг. После двухлетних настойчивых требований мэра Архангельска Виктора Павленко, правительство области утвердило инвестиционную программу муниципального предприятия «Водоканал», в которой заложены основы развития системы водоснабжения и водоотведения Архангельска до 2019 года. Отмечу, что принятый документ также предусматривает прокладку девяти новых и реконструкцию четырех существующих участков водопроводных сетей. Помимо этого запланирована реконструкция водоочистных сооружений в поселке Силикатного завода и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения Соломбальского округа. Мы два года к этому шли, нам все время ставили определенные условия. Вот тут то надо сделать, и это надо сделать в части того, чтобы принять инвестиционную программу. Мы сделали все возможное, муниципалитет, водоканал, программа где-то месяц назад была подготовлена, мы ее отдали на рассмотрение, и она, слава богу, принята. То есть уже препятствий для установления экономического обоснованного тарифа нет. Мы все условия, как муниципалитет, выполнили. Вот сейчас есть такая формулировка, что открыто дело для проработки, установления тарифа по водоканалу. Какой это будет тариф? Мы, значит, все экономические выкладки представили департаменту, агентству по тарифам и ценам. Поэтому инвестиционная программа, которая, кстати говоря, дает возможность развития, перспективу водоотведения, водоснабжения города Архангельска, расписано все. Да, иногда нам задают вопрос, что она там миллиарды стоит. Но, во-первых, это там до 2020 года, до 2020-го, это раз. Во-вторых, надо двигаться поэтапно, настолько есть средств. Плюс принимая экономически обоснованный тариф. Вот мы сейчас ждем все-таки еще одного радостного события, что экономически обоснованный тариф будет установлен, и эти предприятия заработают. Но это не панацея, мы тоже все прекрасно понимаем. Тариф, он даже при экономически обоснованном, он не дает возможность развития предприятия, реорганизации и так далее. Главная задача, конечно, это конституционное соглашение, это инвестор, и такие инвесторы появляются, и мы с ними работу продолжаем. Вот сочетание вот этого всего даст возможность реконструкции водоканала, перспективы строительства, технического присоединения в воде и водоотведению, и вообще в дальнейшем перспективы развития города Архангельска. 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации, во всех регионах страны прошел второй по счету Общероссийский день приема граждан. Мэр города Виктор Павленко поддержал сложившуюся традицию и встретился с жителями Архангельска. Подробности у Екатерины Грицыенко. Судя по обращениям горожан, самым актуальным для Архангела Городцев на сегодня остается квартирный вопрос. Дом, в котором живет Елена Суслова, признан аварийным. Однако ждать очереди на новое жилье становится все сложнее. Рядом с домом появились производственные предприятия. Эти предприятия работают в круглосуточном режиме. Если раньше у нас дом, ну, иногда, так скажем, ощущалась вибрация, мы в девяти метрах от этих предприятий, то на сегодняшний момент практически дом шатается все время. В качестве решения проблемы мэр города предложил взыскание компенсации с производственных предприятий, а также выплату денежных средств взамен аварийного жилья. Мы в следующем году по этой статье предусматриваем увеличение средств в три раза, поэтому это средство действительно уже есть, бюджет вчера примет. А вот погорельцам семье Шкрябиных после пожара предложили временное помещение, но оно оказалось непригодным для жизни. Такие действия муниципальных служб мэр счел недопустимыми. Напишите на меня заявление по поводу действий наших подчиненных. Вот это будет наказано точно, я вам обещаю, что такой неприемлемый подход к людям. Постараемся сегодня, если не сегодня, а в крайнем случае в понедельник, значит, чтобы вас нашли и показали то жилье, которое может соответствовать. Сегодня Виктор Павленко рассмотрел более 10 обращений горожан, которым уже в ближайшее время окажут действенную помощь. В день Конституции юные архангелогородцы, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта. Торжественное вручение документов состоялось в мэрии города. На торжественную церемонию школьников не отбирали по принципу «лучшие из лучших». Приглашали всех, кто желает получить свой главный в жизни документ. Не обыденно, а в праздничной обстановке. Среди них Александр Мальцев. В день Конституции долгожданный документ ему вручил мэр города Виктор Павленко. Это событие мне очень важное, что я получил праспорт, и я уже гражданин Российской Федерации. У меня уже законы, обязанности. Всего в день Конституции своеобразный пропуск во взрослую жизнь получили 23 юных архангелогородца. Для отличницы и спортсменки Полины Федоровской этот день стал самым главным событием уходящего года. Безусловно, для меня это очень важно. Это не просто какое-то чувство долга перед своей родиной. Это нечто большее, что хранится в наших сердцах. И я очень рада, что я являюсь гражданином Российской Федерации. Эти юные северяне со временем смогут влиять на ситуацию в родном городе и своей стране. Всего через 4 года у них появится возможность участвовать в формировании законодательной и исполнительной власти. Я считал и считаю, что город Архангелий, город воинской славы, он лучший город в России, или один из лучших городов в России. Я думаю, что вы разделяете, в моем мнении, да? Почему? Потому что по-другому быть не может. В нем живут такие прекрасные ребята, такие прекрасные ваши родители. Поэтому, конечно, наш город тоже с историческим прошлым замечательным. Из таких замечательных городов и складывается Россия. Поэтому и все зависит от нас. Вместе с паспортом ребята получили ценный символичный подарок – конституцию нашей страны. Погода в Архангельске на этой неделе доставила коммунальным службам немало работы. Заморские оттепель чередовали друг друга. А потому своевременная уборка улиц города стала одной из главных тем на еженедельной планерке при голове города. О чем еще шла речь на совещании, расскажет Артемий Заварзин. Оперативность и тщательность – два этих критерия должны быть основными в работе специалистов городского хозяйства. Такую задачу поставил мэр Виктор Павленко. Поставил неспроста. Как центральные, так и периферийные улицы порой становятся непригодными для прохода и проезда. Есть авральные ситуации. Снега много там выпало. И еще какие-то там бывают ЧП разные, пожары и так далее. Все это все понятно. Тут особый случай. Но вот остальная работа, она должна быть двигаться в плановом порядке. Поэтому ездите, смотрите, введите себя, как будто это ваши квартиры. Существенные изменения на минувшей неделе в округах все же наметились. В Майской горке местная администрация обустроила несколько остановочных павильонов. А в Соломбале завершены работы по благоустройству территории у культурного центра. В преддверии Нового года Виктор Павленко не только расспросил коллег о подготовке к праздникам, но и обратился с особым поручением. Идет, наверное, вы уже слышали, общая российская акция в подарке детям Донецка, Донбасса. Поэтому просьба, если мы по одному подарочку принесем и отправим детям на Донецк, будет очень здорово. Это тоже очень важно, поддержать их в таких серьезных условиях, когда они учатся под бомбежкой, дистанционно учатся. Страшное дело, конечно, не дай бог. Вот такая еще просьба. Прозвучала на совещании еще одна важная информация. Теплоэнергетики начинают проверку сетей на прочность. В связи с чем в теплоноситель будет добавлен специальный краситель для быстрого обнаружения возможных утечек. Сообщать о них специалисты просят в службы мэрии города или по телефону 004. Муниципалитет Архангельска продолжает выполнение майских указов президента России Владимира Путина об обеспечении граждан доступным и комфортным жильем и о предоставлении детям мест в детских садах. В Архангельске строятся жилые дома для расселения горожан из ветхого и аварийного жилфонда. Таких площадок в городе несколько. Одна из них на улице Цегламенской. Там ведется строительство восьми жилых домов, квартиры в которых получат жители 41 аварийного дома. Сейчас на стройплощадке задействовано три свайбойные машины. Уже забито более 72% свай. А на улице Конзихинской три социальных дома почти готовы к заселению. На объекте выполняются последние работы по внутренней отделке помещений и завершается благоустройство территории. А в округе Майская горка детский сад Сиверка готовится принять первых малышей. В здании уже установлена специальная техника для прачечной и пищеблока. Обустроен музыкальный зал. На территории садика завершается строительство веранд. Уже оборудованы игровые площадки. Напомним, реконструкцию детского сада Сиверка муниципалитет начал в прошлом году. Проект реализовывался силами как городского, так и областного и федерального бюджетов. Новый детский сад сможет принять 220 ребятишек. Все строительные работы должны быть завершены до 20 декабря. 9 декабря страна отметила День Героев Отечества. Этот праздник был установлен в 2007 году. Памятную дату в столице Поморья отметили концертом, который прошел в Архангельском городском культурном центре. На сцене танцы, песни военных лет и, конечно же, обжигающее художественное слово. В зале ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Одним словом, все те, кого по праву можно назвать Героями Отечества. Благодаря подвигам каждого из них, ровно пять лет назад Архангельску было присвоено высокое звание «Город воинской славы». Здесь очень много людей, которые прошли труднейшими дорогами войны. Мы привыкли говорить об этом только в День Победы, но у нас город такой, что они свои награды скрывают плащами, утками, пальцами. Люди старшего поколения – это история города Архангельска. Это те люди, которые по праву стискали огромное авторитет и уважение. Среди гостей праздника – труженик тыла Юрий Будиев. Великое Отечественное застал его 13-летним мальчишкой. Мы участвовали во всех перипетиях, которые вложились на город Архангельск во время войны. То есть и бомбежки, и все, что это мы все проходили. Мы участвовали в караванах, разрушали караваны, понимаете ли, и тем самым способствовали положению города Архангельска как прифронтового города. Для Архангела-городца Андрея Пятина великие подвиги дедов и прадедов в годы Великой Отечественной – лучший пример беззаветного служения своей отчизне. Сам он проходил службу в пограничном отряде на Северном Кавказе. В Архангельске большое внимание уделено военно-патриотическому. воспитанию подрастающего поколения. В столице Поморья активно развивается кадетское движение. В 74 кадетских классах городских школ обучаются 2000 северян. Я считаю, это праздник всех защитников Отечества. Конечно, мы вспоминаем нашу тысячелетнюю историю и Евское сражение, и Куликово поле, и, конечно же, нашу Новодвинскую крепость, потому что это все наша история страны. Но самым массовым подвигом, конечно, это Великая Отечественная война, участниками и победителями которой вы являетесь. Огромнейший вклад города Архангельска в Великую Победу, и пять лет назад указан президентом Российской Федерации, нашему городу присвоено высокое звание «Город воинской славы». Это оценка нашего города и его огромнейшего вклада в победу над фашистской Германией. Это ваша награда, уважаемые ветераны. Праздничный концерт в День Героев Отечества в городском культурном центре – это дань памяти всем погибшим и знак уважения тем, кто продолжает нести свою трудовую вахту, на подвигах и опыте которых воспитывается молодой Архангельск. 11 декабря исполнилось 20 лет с того дня, как российские войска вошли в Чеченскую республику. По официальным данным, в двух военных кампаниях участвовали более 10 тысяч жителей Архангельской области, солдаты и офицеры российской армии и других силовых структур. В Архангельске у Мемориала памяти прошел митинг, на котором побывала наша съемочная группа. Сын Людмилы Шемкович погиб во время второй чеченской кампании. В своих письмах он не признавался матери, что попал в горячие точки. Погиб за месяц до демобилизации. 4 октября 1999-го. Мне старший сын сказал, что было письмо от Виталика, и он находится в Чечне. И вот он 4 октября погиб, а нам сообщили, 12 октября привезли нам эту записную книжечку, вся залитая кровью, пулька, которая попала ему в шейную артерию. В первой чеченской войне участвовали более 3,5 тысяч жителей Архангельской области. Около 40 получили инвалидность. 51 архангелогородец не вернулся из горячих точек. Мэрия города помогает семьям погибших не словом, а делом. Ежегодно с 2005 года 12 семьям компенсируется ремонт квартир, организуется подписка, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. А также в преддверии Дня матери ежегодно мэр города Виктор Николаевич организует прием матерей в мэрии города Архангельска. В завершении митинга участники возложили цветы к мемориалу памяти. Многие нашли фамилии своих сыновей, высеченные на граните, любовно обвели рукой и лишь потом стали расходиться, унося с собой боль утраты. 16 дней активности против насилия. Международная акция с таким названием прошла в Архангельске. Ее целью было привлечь внимание общественности к проблеме насилия и недопустимости жестокого обращения с детьми. В рамках акции в поморской столице состоялся праздник под названием «Воспитание с пониманием». У свободного микрофона известные люди нашего города. Все они говорят о семье. О семье, в которой нет места насилию. О семье, где главное правило – любить своих близких. Обязательно у родителей с детьми должны быть какие-то общие дела. Общая прогулка на лыжах, общие вместе папа с ребенком что-то мастерит, мама с ребенком что-то мастерит. Вместе пришли на сказку, вместе. Не спрашивать потом, что ты отсюда вынес, чему ты научился. Просто вместе посмотреть, посмеяться, погрустить. Но серьезные и волнительные речи – это все для взрослых. Детям, как и полагается, важнее игра и творчество. Для экспресс-выставки «Любовью семья полнится» ребята рисуют свое представление о счастье. Я нарисовала семью, в которой царит взаимолюбовь и взаимопонимание. Я нарисовала горку. Я нарисовала себя. Я нарисовала матрушку. Я нарисовала маму. А на соседней площадке ребят учат своими руками мастерить эмблему акции «Воспитание с пониманием». Участники сегодняшней акции получили вот такие браслеты. Синие-голубые ленты символизируют борьбу против жестокого обращения с женщинами и детьми. Несомненно, каждый из нас сам кует свое семейное счастье. Чем наполнится наш дом, слезами или радостью, решаем только мы. Но порой без внешней поддержки просто не обойтись. А потому на протяжении многих лет архангельским семьям активно помогают городские власти. Муниципалитетом разработана и реализуется на протяжении нескольких уже лет программа «Семья и дети Архангельска». Она направлена на поддержку материнства и детства. Архангельск с 2010 года активно сотрудничает с фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И с 2011 года участвует в конкурсе городов для детей. И вот очень радостно, что буквально 4 декабря на заседании конкурсной комиссии, конкурса городов для детей, Архангельс стал победителем, занял третье место из 161 городов Российской Федерации в конкурсе городов для детей. По разным данным, ежегодно в России жестокому обращению подвергаются около 2 миллионов детей. Но своим неравнодушным отношением и участием в решении проблемы даже эту страшную статистику способен изменить каждый из нас. О спортивных итогах уходящего года и о планах на будущее в интервью нашему телеканалу рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Гебадуллин. Основой массового спорта в Архангельске, конечно, представлены детские и юношеские спортивные школы. А сколько детей сейчас там занимаются? У нас 9 спортивных школ, одно учреждение физической культуры. 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в наших детских спортивных школах по 38 видам спорта. Есть, конечно, серьезные достижения. Наши спортсмены занимают призовые места на международных соревнованиях. Вы можете назвать какие-то имена наших известных прославленных спортсменов? Да, я хочу сказать, что у нас в этом году двое учащихся детских спортивных школ стали не просто членами сборной нашей страны, они заняли высокие места. У нас по спортивной акробатике Валерия Белкина не просто выступила успешно на чемпионате России, но и в составе тройки сборной России на чемпионате мира заняла второе место и выполнила норматив мастера спорта международного класса. У нас учащийся детской спортивной школы номер 3 Илья Ситников очень успешно выступил на первенстве России и вошел в состав сборной России по гребле на Байдарка-Каноя. При том, что интересный факт, он у нас является жителем Октябрьского округа, живет на Кега и занимается в филиале нашей детской спортивной школы на этом острове. То есть у нас не только те, кто в центре живут, имеют возможность не просто заниматься, но и успешно выступать, но и на отдаленных территориях. Ну и по другим видам спорта, может быть, достижения не такие значительные, но у нас постоянно есть детская спортивная школа, сейчас будет у нас подведение итогов. 19 числа у нас закончился конкурс «Спортивный Олимп», где лучшие будут 19 числа награждены. Мы их собираем, и 10 лучших спортсменов, команда лучшая, которые показали наиболее значительные результаты, будут премированы. Стоится праздничный концерт, я думаю, что мы отметим этих ребят, и остальным ребятам, которые учатся в детских спортивных школах, дадим какой-то определенный посыл, то есть мотивацию для того, чтобы еще больше заниматься спортом ради достижения высоких целей. Ну вот, к другой немножко теме. Для развития спорта имеет большое значение, конечно, это материально-техническая база. Что в этом году было сделано в этом направлении? Ну, у нас, мы должны сказать, что в основном вся спортивная база у нас сосредоточена в детских спортивных школах, ну вот и в скульптурно-спортивных центрах имени Личутина в Северном округе. Постоянно выделяются средства на капитальные ремонты, на текущие ремонты, чтобы поддерживать в должном состоянии. При этом не просто в должном состоянии, но мы еще и улучшаем постоянно базу. Закупается оборудование современное. В этом году мы получили, вот сейчас будем получать оборудование, которое было закуплено в рамках, вот совместно с Министерством спорта Архангельской области и с Министерством спорта Российской Федерации по поставке оборудования для спортсооружений. Это получит у нас Искогорский детский и юношеский центр. То есть у нас на окраине появятся современнейшие тренажерные залы, у нас появится покрытие для флорбола, то есть будет самое, можно сказать, по всем требованиям сделано, с бортами, со всеми. То есть мы можем принимать соревнования любого уровня. У нас в этом году, мы в Маймаксе, был произведен, в мэрии города было выделено средство на реконструкцию, на ремонт помещений, которые нам были даны, училища. Это были цеха учебные. Был сделан ремонт детской спортивной школы «Каскад». И теперь там открыт клуб, открывается клуб. Сейчас получаем лицензию на образовательную деятельность в этом клубе, все разрешительные документы, и современный зал единоборств, современный тренажерный зал. Это позволит, ну, наверное, в Маймаксе такого никогда не было, позволит ребятам не ездить в Соломбол, не ездить в Северный округ, не ездить в центр города, а непосредственно по месту жительства заниматься популярными видами спорта. Массовые занятия спортом, они подразумевают соответствующую инфраструктуру. Строятся ли в Архангельске новые спортплощадки? Ну, я хочу сказать, вот я уже упомяну о том, что в этом году мы открыли и клуб построили, сделали клуб в Маймаксе. У нас новая универсальная площадка Ульсегорско-детско-юношеского центра. Мы достраиваем, то есть у нас в следующем году будет достроен стадион в Северном округе, который с нетерпением ждут и футболисты, и легкоатлеты, и уже строят планы на следующий сезон именно вокруг этого спортивного объекта. На следующий год у нас запланировано строительство, обустройство двух спортивных площадок. Это поселки Селикатчиков, округ Варавина, Фактория и в Цигламине. То есть тут мы рассчитываем на то, что нам поможет и областной бюджет. То есть мы каждый год участвуем в конкурсе на получение субсидий на обустройство спортивных площадок. В этом году заложили свои средства. И я думаю, что в следующем году уже к началу сезона у нас и в Цигламине, и на Селикатчиков появятся новые площадки. Ну и вот о будущем немножко заглянем вперед. Наступает 2015 год. Какие инновации в сфере спорта ждут архангелогородцев? Ну следующий год у нас, наверное, пройдет под знаком внедрения норм ГТО. Это было... У нас Владимир Владимирович Путин дал задание в этом плане. Город Архангельск вместе со всей Архангельской областью, со всей страной присоединяется к этому мощному порыву. То есть мы организуем определенные мероприятия, которые связаны с приемом тестов. В следующем году это будут массовые мероприятия. И я думаю, что многие у нас мероприятия в следующем году пройдут под знаком 70 лет победы. То есть это тоже как бы знаковое для следующего года. Мы организуем некоторые мероприятия именно в рамках празднования 70-летия победы. И многие мероприятия пройдут под этим символом. У нас в связи с тем, что у нас появится новый такой мощный спортивный объект, как универсальный стадион в Северном округе, мы связываем с ним много планов. То есть проведение массовых мероприятий, куда мы сможем привлечь население, которое, возможно, еще как бы не видит себя в спорте, но мы уже видим их рядом с нами. Поэтому это как бы наш определенный секрет. Эфир продолжает традиционная рубрика «Лица недели». Ее герои сегодня Ксения Познякова, преподаватель Соломбальской детской музыкальной школы номер 2, в которой прошел первый городской фестиваль при народе в хороводе, Елена Мишалкина, ведущая концерта «Город без границ» в рамках фестиваля межнациональных культур, и Руслан Беседин, организатор городского форума социально активной молодежи «Молодежь в действии». На этой неделе в нашей школе, детской школы искусств номер 2 имени Загвоздиной, прошел первый городской фестиваль при народе в хороводе при поддержке мэрии города Архангельска. Праздник стал незабываемым событием для участников и подарил частичку самобытной русской народной песни. Несмотря на то, что этот фестиваль проходил впервые, мы надеемся, что это станет доброй традицией и поможет сохранить культуру нашего русского севера. Эта неделя запомнилась культурному центру «Соломбала Арт» замечательным концертом, который состоялся на нашей сцене 5 декабря. Этот концерт проходил в рамках фестиваля межнациональных культур и назывался «Город без границ». Я была ведущей этого концерта, и мне запомнились замечательные участники, которые приехали к нам из Индии, из Азербайджана, Таджикистана. Это замечательные ребята, которые показали на нашей сцене прекрасные номера. Ну а зрители, которые пришли в этот день на этот концерт, получили замечательные эмоции. Ведь ни для кого не секрет, что наш северный край всегда славился своей приветливостью, своим гостеприимством. И это особенно приятно тем, кто приезжает к нам из дальних стран. Этот праздник не состоялся бы без поддержки мэрии города Архангельска, которые, как известно, всегда поддерживали такие замечательные проекты. Ну а молодежь нашего города – самая замечательная молодежь, с которой всегда приятно работать. В неделе запомнилось мне проведение молодежного форума «Молодежь в действии» на базе культурного центра «Цыглами». Он был организован при поддержке мэрии города Архангельска. Проведение данных форумов способствует активизацию молодежи, сознания и гражданской позиции. Цель данного форума заключалась в том, чтобы участники форума участвовали в социальных проектах, научились организовывать различные социальные проекты. Участникам предлагалось до начала форума сделать какое-либо доброе дело, которое по окончанию форума должно перерасти в социальный проект. Также во время форума сами участники являлись его организатором. Песня «Русская моя» в Архангельском городском культурном центре состоялся концерт заслуженной артистки России Аллы Сумароковой. В программе прозвучали русские народные песни и романцы, а также произведения архангельских авторов. Впечатлениями от концерта поделится Екатерина Грицыенко. Заслуженная артистка Российской Федерации и просто любимая, родная каждому певица. Голос Аллы Сумароковой давно уже стал голосом земли Поморской, а ее песни – олицетворением северной души. Ее песни – они о любви к Архангельску, о любви к Поморскому краю. Ее песни – о любви к ветеранам, о любви к родителям. И Алла Николаевна поддерживает всегда все инициативы мэрии города Архангельска и выезжает на концерты не только в Центральные культурные центры города Архангельска, но и она любима и всегда желанна. Как всегда, концерт Аллы Сумароковой – это не просто яркое выступление певицы. Это настоящий вечер встречи с друзьями, авторами и преданными зрителями. Встреча с каждым, для кого звучит ее песня. Я очень обожаю ее за искренность, за колокольчик, за звонкий голос, за северную суть. На своем концерте Алла Сумарокова предстала в необычном для многих ее поклонников амплуа – исполнительнице русских романцев. Ну а в завершении вечера – особый подарок. Написанная северными авторами Лидией Любимовой и Александром Качаевым, для архангелогородцев впервые прозвучала песня «Рождество». Я родилась в первый день зимы, и этот концерт, он такой зимний, и про снег, и про снежинки, и про Рождество. И я поздравляю уже, я уже готовлю наших архангелогородцев к встрече Нового года, к Рождеству. И вот этим концертом я хочу сказать, что, дорогие мои архангелогородцы, дорогие мои зрители, поклонники, я вас очень люблю. Вот такая она, наша русская песня и наша северная певица, чей голос так звонко отражается в сердцах архангелогородцев. С городскими подробностями прошедшей недели вас познакомил Александр Мамонтов. Напомню, нас можно увидеть и в интернете на портале правдосевера.ру. Всем удачного дня и до встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова